Если вы посмотрите на современные издания греческого текста, то вы обнаружите, что помимо букв в тексте достаточно большое количество всевозможных значков. Над словом, запятая в эту сторону, запятая в эту сторону, такая черта, такая черта, галочка. Вот эти вот значки, отсутствовавшие в первоначальном тексте Нового Завета, вы видели манускрипты, потом были добавлены позже, сначала в греческой рукописной традиции, сейчас добавляются в современные издания Нового Завета, они облегчают нам правильное прочтение текста. Это знаки придыхания, знаки ударения, и чтобы нам правильно читать текст, нам нужно разобраться в этих знаках, и заодно мы обсудим другие диакритические знаки и знаки препинания в греческом тексте. Первый знак, с которым мы начнем, это знак придыхания. Если вы посмотрите на греческий текст, вы обнаружите, что каждое греческое слово, которое начинается с гласной или с дифтонга, имеет над первой гласной, если оно просто с одиночной гласной начинается, или над второй гласной дифтонга, знак, напоминающий запятую, причем запятая может быть в одну сторону и в другую сторону. Этот знак называется придыхание и влияет на произношение слова. А если знак выглядит как обратная запятая, то такое придыхание называют густым, и при произнесении слова оно в начало слова добавляет звук х. То есть слово хупер произносится именно вот так. Мы над гласной ипсилом видим знак густого придыхания и произносим хупер. Х в самом начале слова. Ну, вообще, кстати, все слова греческого языка, начинающиеся собственно содержат густое придыхание, но другие гласные состоят в начале слова, то придыхание может быть и густым и тонким. Мы сейчас о нем поговорим. А если слово начинается с дифтонга, ну, например, вот слово хюрис, то знак придыхания, обратите внимание, стоит не над первой, но над второю гласной дифтонга. Дифтон в греческом языке воспринимается как один слог, как некое единое целое, и поэтому, в общем-то, можно сказать, что знак придыхания стоит над дифтонгом, а не просто над второй гласной, но в любом случае он произносится в начале слова. То есть не надо произносить это слово как ухиос или что-нибудь в этом роде, его нужно произносить именно как хюос, это сын по-гречески. Поэтому внимательно следите при чтении текста и каждый раз, когда вы видите знак густого придыхания, в начало слова помещайте звук х. У тех слов, у которых нет густого придыхания, ставится знак тонкого придыхания, такая вот запятая, но теперь в другую сторону, напоминающая обычное написание запятой. Ну, например, слово апостолос, видите, над альфой стоит этот знак, он никак не влияет на произношение, но традиционно тоже пишется в каждом греческом слове, начинающийся с гласной или с дифтонг. Поэтому, если в начале гласной или с дифтонг, вы сразу же смотрите на знак придыхания, и если видите знак густого придыхания, то в начале слова добавляете звук х. Кстати, если слово начинается с заглавной буквы, над ней уже негде размещать знак придыхания, поэтому знак придыхания ставится перед этой буквой, ну, например, слово Иисус. Иисус. Так что первый знак, или первые два знака густого донбова придыхания, на которые мы должны с вами обратить внимание, они, их нужно учитывать, они влияют на то, как мы прочитываем слово, и есть несколько слов в греческом языке, которые друг от друга отличаются только придыханием. Таких слов совсем немного, и каждый раз, когда мы будем сталкиваться с такими словами, и будет вероятность ошибиться, мы будем на это обращать внимание. Вообще говоря, придыхания были добавлены позже. В первоначальном тексте знаков придыхания не было, и знаки, ну, не произношения, а знаки придыхания были добавлены в греческий текст позже. Сначала периодически, где-то в каких-то особых местах вставлялись переписчиками, потом теперь вставляются издателями. Так что, в принципе, тот или иной знак придыхания – это вопрос толкования, но, как правило, каких-то толковательных споров по поводу придыхания не возникали. Следующий набор знаков, на которые нам с вами нужно обратить внимание, это знаки ударения. Ударение в греческом языке отличается от ударения в русском языке. В русском языке так называемое динамическое ударение, то есть ударный слог мы произносим с большей силой, а неударные слоги с меньшей силой произносятся. А это ударение называют динамическим, но в греческом языке не сила произнесения слога важна для ударения, а важна высота тона. Такое ударение иногда даже называют музыкальным. Тон голоса на ударном слоге в греческом тексте может повышаться, ну или там повышаться и понижаться. И вот такое вот повышение тона голоса это и есть способ выделения ударного слова. В настоящее время какие-то тоновые ударения, например, есть в китайском языке, там есть разные звуковые тона, но для русского языка не типична такая система, поэтому нам не слишком привычно, но тем не менее, когда мы говорим, когда мы обсуждаем ударение в греческом тексте, то мы должны иметь в виду, что ударение связано не с большей силой, а с высотой тона. И так как тон может изменяться по-разному, то отсюда и три разных варианта ударения в греческом тексте. Первый вариант, ударение, которое называется острым или восходящим, обозначает повышение тона. Это знак ударения, вот такого вот рода, можно воспринимать как некую стрелку. Стрелка, показывающая, что тон должен повышаться. Поэтому мы произносим что-то более высоким тоном, чем все остальные звуки в этом слове, которые безударные. Что-то в этом роли. Второй вариант, это тупое ударение или еще одно обозначает нисходящее. Посмотрите, внимание, вот знак такого тупого ударения, это стрелочка, ну не стрелочка, это линия, но ее можно мысленно воспринимать как стрелочку, направленную вниз. Это обозначает понижение тона. Мы не знаем, насколько высоко он должен поднижаться, повышаться тон при произнесении греческих ударений. Более того, кстати, нет полной уверенности, что в новозаветные времена даже ударения были именно тоновыми. Но вот так традиционно древнегреческий язык, он с такими ударениями, с музыкальными, и в такую традицию он и дальше существовал, записывался и так далее. Поэтому в любом случае мы видим и говорим о повышении или понижении тона. Так что тон может быть повысится, тон может понизиться. И в принципе возможен и третий вариант. Гласную, долгую гласную, можно произнести с повышением и понижением тона. Например, долгое О может звучать так. Тон повысился и понизился То есть как будто бы соединены вместе два знака ударения Острое и тупое И как две стрелки сначала вверх, потом вниз Описывающие, что произошло с тоном голоса при произнесении этой гласной Так что три возможных варианта ударения Повышающие, с повышением тона, с понижением тона И повышением и понижением тона, что возможно только для долгих гласных Нам очень трудно произносить тоновые ударения Просто это не часть нашего языка, не часть нашей языковой традиции И многие говорящие, использующие греческий язык А в учебном обороте тоновые ударения заменяют на динамические Поэтому если у вас как-то для самих себя получается тоновые ударения Воспроизводить, пожалуйста, воспроизводите Но в принципе обычная большая часть тех, с кем в академической семинарской среде вы будете общаться Не очень следует хорошему порядку произнесения И зачастую просто произносят слог с любым ударением Как ударный слог и всех Почему нам нужно обращать внимание на ударение? Зачем нам вообще ударение в греческом тексте? Опять-таки в греческом языке есть несколько слов Которые отличаются друг от друга только ударением Например, есть класс греческих глаголов У которых формы настоящего и будущего времени Отличаются друг от друга только тем Где именно в этих глаголах стоит ударение Поэтому, конечно, для правильного понимания формы На ударение в таких словах нужно обращать внимание Поэтому первая причина для того, чтобы различать формы Или для того, чтобы различать некоторые слова только ударением, отличающиеся друг от друга Вторая причина для запоминания слов Важно их произносить единообразно Если у вас ударение как попало Если тут там вы ударили, то там, то там, то там И слово не звучит единообразным образом И правильным образом, ну, самому трудно будет запоминать Ну, и, наконец, для того, чтобы мы все понимали друг друга Для того, чтобы мы одинаково произносили слова И слышали слово в знакомом варианте произношения Опять-таки важно следить за тем Чтобы ударение при использовании греческих слов стояло правильно В греческом языке достаточно сложные правила расстановки ударения И в настоящее время мы эти правила заучивать не будем Вы можете посмотреть некий обзор правил расстановки ударения в учебнике На 34-й странице, там есть такой раздел Дополнительные сведения, где обсуждается На какие слоги могут падать Может падать ударение в греческом языке На самом деле только на один из трех последних слогов в слове А где говорится, это такая достаточно важная информация Что тупое ударение появляется только Если в слове ударение падает на последний слог И если это слово находится в потоке речи То есть если после слова в произнесении нет паузы Обычно, если слово стоит одно само по себе Например, ахэ А слово у него острое восходящее ударение В словаре, например, встретите его ахэ с восходящим ударением Но когда вы встретите это слово в потоке речи Когда оно стоит не на конце предложения Или не стоит само по себе Вот это вот ударение на последний слог Заменяется на тупое Острое ударение заменилось на тупое ударение Поэтому острое и тупое, оно такое взаимозаменяемое В зависимости от условий употребления На последнем слоге Облеченное ударение, мы уже с вами говорили Может падать только на долгий гласный И облеченное ударение может встретиться Только в одном из двух последних слов Острое ударение может встретиться В предпоследнем и предпоследнем слоге слова Как правило, в греческих глаголах ударение отступающее То есть, в соответствии с правилами простановки ударения Чем дальше от конца слова можно поставить ударение по всем правилам Тем дальше от конца слова оно и ставится В греческих существительных ударение стремится сохраняться в том самом месте Где оно было в форме именительного падежа единственного числа Если изменение в окончании при склонении слова Не вынуждает перенести ударение в другое место Но то, что я сказал, это только малая толика того Что можно говорить о греческих ударениях Правила расстановки сложные Но наша задача сейчас не научиться точно воспроизводить греческое ударение Пока на данном этапе изучения языка Наша задача научиться читать Научиться узнавать то, что написано в тексте И поэтому больше внимания мы сосредотачиваем на узнавании Не на синтезе текста, но на чтении того текста, который нам Итак, мы с вами посмотрели на знаки придыхания Мы с вами посмотрели на знаки удаления Еще в прошлый раз, обсуждая дифтонг, мы с вами несколько слов сказали о знаке диарезы И последний из такого рода знаков Такой знак апострофа, тоже напоминающий запятую Время от времени вы увидите в греческом тексте Он ставится в тех случаях, когда в слове выпала какая-то находящаяся в данном месте гласная Просто из каких-то фонетических соображений Очень часто так случается с предлогами Когда после предлог заканчивается на гласную И после предлога стоит слово начинающееся с гласной Две гласные подряд Грекам, видимо, было произносить как-то тяжеловато И вот как у вас в учебнике переводится пример Апо эмо превращается в аму Но опять-таки для нашего с вами удобства Издатели в этом месте ставят знак апострофа Чтобы мы не ломали голову, что за такое странное слово апо А понимали, что это просто здесь выпало гласное И на самом деле это слово апо Так что вот эти вот знаки Они и для облегчения нашей жизни Для того, чтобы даже не помнить где там ударение В каком слове мы правильно расставляли ударение И в придачу к этому эти знаки Для того, чтобы мы не запутались из-за упадения гласного Или еще за чего-то для того, чтобы мы максимально правильно прочитали текст Помимо знаков ударения, знаков придыхания, апострофа, диорезы В греческом тексте есть знаки припинания Они менее развитые, чем в русском языке У нас чуть побольше знаков припинания В греческом языке всего четыре знака припинания Ну, во-первых, запятая, которая употребляется Так же, как и в русском языке Отделяя друг от друга, ну, например Какие-то составные части Сложно сочиненного предложения Может быть не всегда Или даже так скажем Точнее, очень часто не совпадают употребления запятых В русском и греческом языке В том отношении, что обычно в греческом тексте Запятые ставят реже У нас однородные члены предложения выделяют запятыми У нас причастные идеи и причастные обороты выделяют запятыми У нас вводные слова выделяют запятыми И так далее, и так далее, и так далее У нас очень много запятых ставят В греческом тексте Только такие достаточно существенные деления текста Обозначаются запятыми Ну, кстати, если мы зададимся вопросом о том Что вообще значит запятая Вот в каком месте в тексте запятая возникает То это пауза при произнесении То есть мы говорим, говорим, говорим А, сделали небольшую паузу И говорим дальше Мы паузами расчленяем текст на какие-то смысловые единицы И вот эти вот паузы, расчленяющие текст Они что в русском, что в греческом языке Обозначаются запятыми Более серьезное расчленение текста Расчленение текста на предложения Более длинные паузы Потому что между предложениями мы делаем более длинные паузы И в русском, и в греческом языке обозначаются точки Поэтому точка и запятая в русском и греческом тексте Употребляется практически одинаковым образом И никаких трудностей не представлен А следующий знак Не привычен для нас Следующий знак в русском языке не встречается Это такая точка, стоящая над строкой Которая называется колн Что это такое? Это знак паузы большей, чем запятая Но меньшей, чем точка в конце предложения В русском языке подобного рода пауза Обозначают двоеточие и точка с запятой Двоеточие, например, перед началом прямой речи Двоеточие перед пояснением какой-то мысли Или точка с запятой Когда один блок текста отделяется от другого блока текста Но предложение пока еще заканчивать рано Так вот, во всех таких ситуациях Мы ставим либо двоеточие, либо точку с запятой А греки ставят знак колор Точка над строкой Поэтому привыкните думать об этом знаке Как о соответствующих двум разным русским знакам Ну, если, кстати, присмотрите Это вверху точка и в то в двоеточие и в точке с запятой В русском языке есть А низ нет, потому не суток Открыт для толкования И последний знак Который все время забывается студентам Ну, то есть пока изучается первый урок Все помнят об этом знаке Может быть, еще во второй уроке помнят А потом почему-то эти знания потихоньку выветриваются Ну, со временем потом возвращаются Чем больше вы работаете с текстом, тем легче Но вот я сразу хочу вас предупредить об этом выветривании Чтобы вы как-то контролировали себя Знак, выглядящий как точка с запятой В греческом тексте В русском тексте Соответствует знаку вопроса Так уж получилось, что издатели греческого текста Ну, или первоначально Те люди, которые потихонечку Начиная там, в основном, с шестого Добавляли знаки припинания в греческий текст В качестве знака вопроса И сбрали знак, похожий на нашу точку с запятой Поэтому, увидев такой знак в тексте Вы должны понимать, что это Вопросительное предложение Итак, мы с вами фактически сейчас Обсудили все знаки Которые встречаются в греческом тексте И которые могут вам понадобиться Для того, чтобы прочитать И сориентироваться в том, как текст устроен Этих знаний достаточно для того, чтобы читать текст Поэтому, можете потихонечку начинать Практиковаться в чтении текста И мы с вами сейчас это попробуем сделать Но прежде чем мы это сделаем Нужно еще раз произнести В первоначальном тексте Никаких знаков не было Первоначальный текст Это почти сплошной набор букв Даже без разделения на слова И тем более уж без ударений При дыхании, припинании и так далее Иногда что-то могли поставить В тех местах, где есть условная усмысленность Но часто вообще ничего не ставили Поэтому расстановка знаков Припинания В тексте Это вопрос толкования Поэтому издатели За вас, может быть, приняли решение Но не всегда с решением, принятым издателями Вы соглашаетесь Или там можете согласиться И иногда расстановка знаков припинания Может быть переистолкована В вводном разделчике К четвертой главе в учебнике Мауса Есть такое прикосновение к экзегетике Ну и вообще почти все главы в этом учебнике Начинаются с прикосновения к экзегетике И там еще приводится один пример Расстановки знаков припинания Из девятой главы Послания к Римля Здесь говорится о чем? О том, что Павел Вспоминая о преимуществах Израильтян Отмечает Много-много преимуществ И в конце говорит От них Христос по плоти Сущий над всеми Болл благословенны и вовеки Аминь Аксенаталье в переводе Это вот на чем основа От них О Христос по плоти Запятая Сущий над всеми Болл благословенны и вовеки Аминь И если читать текст так То есть если после Утверждение От Христа Перед заявлением О сущем над всеми Бога Поставить запятую То это будет характеристика Христа И фактическое утверждение Что Христос является Сущим над всеми Богом Но Возможно Грамматически Теоретически возможно Другой расстановка Знаков препятания Поставить в этом месте Точку И сказать От них О Христос по плоти Точка А дальше читать Как самостоятельное Предложение Сущий над всем Болл благословен Во веки Аминь Среди и губы Так делают Они не готовы Называть Христобогом А поэтому Они ставят точку В этом месте И читают Как конец Предложения Как некое Словословие Так как Первоначально В тексте Знаков препятания Не было Вопрос Поставить точку Или запятую Толковательный вопрос И Некое Основание Для их выбора Есть Мы должны это понимать Просто мы также Должны понимать Что Во-первых Контекстуально Прославление Бога Здесь кажется Очень странным Потому что Павел говорит О великой печали Которую он испытывает Из-за положения Иудеев И Перечисляет Что Иудеи Находящиеся В таком Тяжелом положении Отвержения Христа При этом Обладают Много-много чем И вдруг Сказать Вот все так плохо Бог благословен То есть Контекстуально Не вяжется Словословие В данном месте Текст Более того Если посмотреть На порядок слов То Бог Благословен Обычно Это стандартнейшая Фраза Очень много раз Встречающаяся В Писании Несколько раз В Новом Завете Много раз В греческом Переводе Ветхого Завета Так вот Стандартный порядок Слов Это Благословен Бог И Нет причин Павлу Отказываться От стандартного Порядка Если он Просто хотел Сказать Благословен Бог Поэтому Скорее Ну и Некоторые Другие Собожения Есть Скорее Все-таки Логично Поставить Здесь Запятую Но Видите Сколько Время Трачу Обсуждая Такой Нюанс Почему Знаки Препинания Вопрос Толкования Итак Мы С вами Посмотрели Как читаются Буквы Как читаются Нефтоги Посмотрели Что Обозначают Знаки Передыхания Ударения Знаки Препинания И Теперь Нам С вами Просто На примере Какого-то Текста Нужно Посмотреть Как Все Это Звучит Как Все Это Работает Я Хочу Чтобы Мы Вместе Прочитали Начало 14 Главы Иван Леотарна Ну Почему Еще Один Пример Того Что Знаки Препинания Могут Расстановляться По-разному Итак Если вы Помните В синодальном Переводе Один Смущается Сердце Ваше Веруйте В Бога И В меня Веруйте В доме Отца Моего Обителей Много Если Бы Не Так Я Сказал Вам Что Иду Приготовить Место Вам И Когда Пойду И Приготовлю Место И Если Вы Читаете Этот Текст Синодальном Переводе То Некое Недоумение Возникает Недоумение Вот С чем Связано Так Все Так Обителей Много Или Нет Потому Что Если Бы Не Так Я Сказал Вот Это Сначала Утверждение Что Вроде Как Обителей Так Много Идти Тогда Не Нужно А Вдом Утверждение Что Все Так Иисус Идет Готовить Место Кажется Текст Какой-то Немного Не Согласующийся Но Вы Сейчас Увидите Что Можно Немного По Другому Расставить Знаки Препинания И Текст Станет Чуть Более Логичным Но Прежде Чем Мы Дойдем До Этого Давайте Просто Обратите Внимание На Э Нисходящее Ударение И В потоке Речи Если Ударение Падает На Последний Слог Слова Оно Становится Тупым Или Нисходящим Следующее Слово Тарасэ Стол Здесь Может быть Никаких Проблем С чтением Этого Слова Нет Третье Слово Хюмон Видите Знак Придыхания Над Упсилом И Мы При чтении Помещаем Звук Хюмон Вначале Слова Поэтому До Слова Читаются Как Хюмон Облеченное Ударение Умом Следующее Хэ Корди Хэ Опять Таки С Придыханием Слова И Корди Кстати Вы могли Обратить Внимание На то Что У Слова Хэ Нет Никакого Ударения Обычно У каждого Слова В греческом Тексте Стоит Знак Ударения Но Несколько Слов Без Этого Знака Почему Не потому Что Тут Никакого Ударения Нет А потому Что Фактически Эти Слова Произносятся Слитно Вместе С Соседним Словом Хэ Это Это Артикль Ну Если Вы Учили Какие-то Иностранные Языки Неважно Английский Немецкий Французский Во всех Этих Языках Есть Артикль В русском Языке Артикли Нет Но Большинство До европейских Языков Артикли Есть Также Артикли Есть И в греческом Языке Поэтому Хэ Это Артикль В данном Случа Артикль Произносится Вместе Со словом Кардиа Сердце Кардиаграмма Стенокардия И так далее У нас Как медицинский Термин Слово Кардиа Сердце В русский Язык Вошло Поэтому Читается Вместе Хэкардия Пусть Не Волнуется Не смущается Ваше сердце Колом Видит Точка На строгой Колом Здесь Можно Поставить Двоеточие Или точку С запятой Ну Скорее Двоеточие Потому что Дальше Объясняется Почему Не должно Смущаться Сердце Да не Смущается Ваше сердце Двоеточие Пистол Это В данном Случае Эл Пистол Этэ Эл Это Дифтонг И Ударение Кстати Может быть Это я не Произнес Раньше Ударение В дифтонгах Всегда Ставится На вторую Глазную Дифтонга Хотя Эл Конечно Произносится Прежде всего Звук Э И У Как Некий Призвук Зачет Пистол Верните Следующее Слово Эйс Тоже Дифтонг Поэтому И кратко Произносится Не Эйс А Эйс Слово С Придыханием Но не Густым С тонким Придыханием Поэтому Хотя Стоит Запятая Она Никак На Произношение Не Влияет Опять Таки У Слово Нет Ударения Оно Произносится Вместе Со Следующим А Эйс Тон Веруйте В Блука Тон Это Артикль Кай А Это Опять Таки Дифтонг Поэтому Видите И Кратко Произношу И Нисходящее Ударение Потому Что Падает На Последний Слог Эйс Эм Кай Этаи Эйс Эм В Меня Эстелуэ Эт И В Меня Веруйте Точка Точка В греческом Музыке Так же Как И В Русском Ставится Второй Стих Эн Ту Ике Эн Предлог В Безударный Произносится Вместе Со Следующим Эн Т Пайки А Т Это Так называемый Несобственный Дифтонг Снизу Подписано Йот Йот Никак Не Влияет На Произношение Просто Пишутся Снизу Чтоб Мы Е Увидели Ну Чтобы Осознали Кстати Что Это Дательный Поддерж Гееческом Рыжаке Который После Придлога Употребляется Поэтому Эн Т Я Опять же Не Будучи Греком Не Будучи Привыкшим Ударением Не Очень Правильно Читаю Наверное Грек Заплакал Услышав Все Мои Чтения Тут Облеченное Ударение Еще Звучит Эн Тонкое Придыхание На Второй Гласный Не Принекать На Чтение Не Влияет Эй Ки Следующий Ту Помните Что Две Гласных Омикрон И Упсил Вместе Образуют Дифтон Или Даже Иногда Называют Диграф Который Произносится Просто Как Один Звук У Поначалу Студентам Это Трудновато Освоить И они Все Ту Или Как-то Так Пытаются Это Прочитать Поэтому Как-то Отметьте Для Себя Ту А О Не Надо Читать Просто Как Просто Звук Ту Патрос 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 Может Быть Знакомый Термин Отец В Доме Отца Му А Му Опять Таки Без Ударения И Кстати Слова Без Ударения Могут При Приснесении Примыкать К Следующему Слову А вы Это Типично Для Предлогов Которые Вместе И Артикли Которые Вместе Со Следующим Словом Произносятся А вот Местоимения Обозначающие Принадлежность Моего Обычно Произносятся Вместе С Предыдущим Словом Поэтому На самом Деле Читалось Б Патрос Му Мунай Ай Дифтонг Кулай И Эйсин Опять Переводится Восходящая Кулай При дыхании Мы произносим Как Х 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 Все знакомое Иду Х Массой А видите При дыхании Над Эпсилом Х 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 И тут Точка Запятой Помните Что Точка Запятой В Греческом Тексте Это Знак Вопрос Издатели Этого Издания Греческого Нового Завета Истолковали Предложение Как Выпросительное Как Это Можно Перевести Выпросительное Предложение Ну Давайте Сначала Текста Читаю Да не Волнуется Ваше Сердце Верите В Бога И В Меня Верите В Доме Отца Моего Обители Много Если Нет Я Бы Разве Я Сказал Б Вам Что Иду Приготовить Место Вам И Когда Пойду И Приготовлю Место То Здесь Не Не Утверждение А Иисус По Толкованию Этих Издателей Иисус Задает Вопрос Если бы Не было Обители Вас Бо я Сказал Вам Что Иду Приготовить Место Я бы Не Стал Вас Обман Но Обителей Много И Поэтому Я Честно Говорю Что Иду Приготовить Место И Мне Есть Куда И Чтобы Готовить Вот Эти Многочисленные Обители Для Вас При Таком Прочтении Предложение Кажется Более Логично Это Не Обязательно Что Единственный Вариант Встолкования Этого Текста Есть Конечно Некоторые Спор По Восстановке Знаков Препидания Но Тем Не Менее Вот Вы Видите Что И Другое Прочтение Не Такое Как Все На Дальнем Переводе Возможно И Прежде Чем Мы Двинемся Дальше Хочется Напомнить Вам Слова Эквизианста Что Во многих Знаниях Много Печали И Кто Умножает Познание Умножает Скорь Когда У вас Был Только Русский Перевод Синодарный Текст Или Касьяновский И Все Вы Могли И Не Подозревать И Некоторых Толковательных Возможностях О Некоторых Спорах И Некоторых Проблем Урождаемых Еще И Греческих Текст Теперь Когда У вас Есть Греческий Текст Вы Имеете Дело С Более Широким Спектром Информации И Вынуждены Разбираться С Тонкостями И Толкования Греческих Слов И Расстановки Греческой Репутации И Какими-то Другими Особенностями Текста Кое-что Переводчики Сделали За вас Предложив Своё Толкование И Вы Уже Истолкованные Немного Текст Читаете Теперь Вы Делаете Шаг Вглубь Теперь Вы Непосредственно Обращаетесь Тексту С Одной Стороны Конечно Вы Добавили Све Проблем И Знание Греческого Языка Не Снимает Проблем Как Может Показаться На самом деле Значение Греческого Языка Может Привести К Тому Что Проблем Толковательных Для вас Станет Больше Но Тем Не Менее Разбираясь С этими Проблемами Понимая Что Это Как Раз То Слово Которое Нам Дано И Других Вариантов Нет И Разобравшись И Убедившись Как Действительно Можно Читать И Толковать Это Слово Вы В Конце Концов Почувствуете Себе Более Уверен Чем Тот Человек Который Зависит Свои Работе Только От Поэтому Да Многие Знания Привели Приведут К тому Что От вас Потребуется Больший Труд Но Результатом Этого Туда Садит Большая Надежность В работе С текстом Но Опять Таки Вопросы Толкования И так Далее Это Все Еще Далеко Далеко Впереди И Первый Год Это Достаточно Утомительное Время Провождение Взаучивание Форм Слов И так Далее В закладывании Базиса Для Дальнейшей Работы Хорошо Продолжаем Тренироваться Кай Упу Эго И вот Здесь Чуть-чуть Остановимся Эго Видите Видите В квадратных Скобки Мы не обсуждали Такую Знак Провождение Как Квадратные Скобки В греческом Собственном Тексте Нет Такого Знака Провождение Как Квадратные Скобки Эти Скобки Поставили Издатели Для Указания На То Что Не Во всех Рукописях Встречается Слово Эго Каких-то Оно Есть Каких-то Нет И Вот Такие Слова В отношении Которых Есть Разные Варианты В рукописях Традиционно В современных Изданиях Греческого Текста Принято Заключать В квадратной Скобки Эго Кстати Значит Я Эгоизм Отсюда Слово Купаго Следующее Слово После Эго Обозначает Стоит В первом Лице И В данном Случа Когда И Куда Я Иду Вы Знаете Купаго Иду Поэтому Эго В принципе Есть Она В каких-то Рукописях Нет В каких-то Рукописях Не влияет Совершенно На понимание Текста Потому Что Сам Глагол Я Иду Уже Выражает Мысль Что Это Я Просто Куда Я Иду Куда Я Иду Вот Какой-то Разная Может быть Интонация Была бы По-русски Если бы Мы попытались Выразить Разницу Между Между Этими Словами А Так Какой-то Катастрофичности В том Что Разначения Есть Нет Ну и К вопросу По Текстологии Иногда Любят Говорить Что В греческих Рукописях Десятки Писечки Разначений Там Какой-то Невероятные Просто Жуткие Цифры Называют Большая Часть Разначений В греческих Рукописях Это Просто Орфографические Ошибки Иногда Это Перестановка Слов Иногда Пропус Некоторых Слов Причем Зачастую Не Влияющих На Значение Количество Разночтений Хоть Как-то Влияющих На Смысл Текста Говорят Примерно 0,2 Процента А Все Остальное Да Это Обычная В списке Ошибки Переписчиков Очень Напоминающие Те ошибки Которые Некоторые Из вас В том числе Делали Когда В школе Писали Что-то Там На уроках Русского Языка И Все Время Буквы Куты Итак Каэ Хопу Тагу Хопагу Уйдате Тен Хонан Эх Куда Я Иду Знаете Пятый стих Что здесь Интересно На что Нам Нужно Обратить Внимание Посмотрите Пятый Стих Начинается С заглавной Буквы Лаги Заглавная Буква Ставится В начале Абзаца Поэтому По мнению Издателей Данного Греческого Текста Здесь Начинается Новый Абзац Лаги Аутона Томас Говорит Ему Фома И Кажется Начинается Новая Мысль Поэтому Поставив Заглавную Букву Издатели Обозначили Начинается Новый Абзац В других Изданиях Кстати Вы не Обнаружите Здесь Заглавные Буквы Нет Здесь Разбиения Абзаца Потому что Деление Абзаца Вы просто Комаре Ну Пусть Будет Говорит Ему Фома Аутон Аут Нефтон А Фома Это Традиционно Прочитал По-русски Если Вы Будете Следовать Тому Чтению Которая Которому Мы Следовали До Этого То Это Будет Звучать Как Томас И Томас Западная Фома Русская Это Одно И Тоже Слово Следующее Слово Кури Видите Опять Заглавную Букву Начинается Прямая Речь Опять Таки Издатели Посчитали Важного Обозначить Для нас Начало Прямой Речи И Хотя Мы Были Привыкли Что Прямая Речь Начинается С двоеточие Может быть Греческом Тексте Обознать Ждали Букву Лан Но Не Вполне Последовательно Все Здесь Вот Прямая Речь Отделена Запятой Хотя В некоторых Местах Она Будет Отделена И Колон Опять Такие Издатели Не Не Всегда Последователь Не Как Расставили Так Расставили Знаки Препина Но Первое Слово Прямой Вой Речи Господи Не Путайте Не Ук Это Дифтон Уйдем Пу Опять же Да Это Дифтон Не Пу А Пу Купа Грис Господи Не Знаем Куда Идешь Ну И Так Дальше Дальше